Смарт Плюс В курсе, что многие магазины закладывают кэшбэк в стоимость товара. И чтобы не переплачивать, ты просто можешь забрать часть денег через кэшбэк-сервис. Все просто. Ссылка в описании. Привет. Гаджеты настолько вошли в нашу жизнь, что без них вы ее уже не представляете. Часто ложась спать, последнее, что вы делаете, это ложите свой смартфон или ставите его на зарядку. Особенно, если у вас айфон. Шутка. По статистике, средний человек просто прикасается к своему телефону более 2000 раз в день. А не задумывались ли вы, как чувствует себя ваши глаза и как на них влияет частое или долгое потребление контента, будь то соцсети, видео или игры? Давайте разберемся, от чего ухудшается ваше зрение и как в общем смартфон может влиять на ваше самочувствие, ну и как максимально обезопасить свои глаза. Согласно исследованию лондонской офтальмологической клиники Focus с 1997 года, в это время сотовые телефоны вошли в повседневный обиход, количество жалоб на плохое зрение выросло на 35%. Это явление получило название «экранная близорукость». Близорукость Близорукость в большей мере зависит от наследственности, но также и от нагрузки на глаза. Использование смартфона – это как работа за компьютером с той разницей, что смартфон мы подносим очень близко к лицу, и глазам сложнее концентрироваться на объекте, поскольку часто мы стараемся рассматривать мелкие объекты, например, прочесть мелкий текст. Тут мы разобрались. Тогда давайте подумаем, что нужно делать, чтобы минимизировать риски развития близорукостей. Первое. Сделайте шрифт в смартфоне побольше. Пусть будет с запасом, чтобы не напрягать зрение. То же самое сделайте в браузере и в соцсетях. Второе. Как бы странно ни звучало, используйте девайсы с большим экраном. Тут все просто. Объекты при просмотре контента больше, и у вас нет нужды близко подносить глазам свой смартфон. Это сделать не трудно, так как сейчас уже настала эра лопатофонов, и 6-дюймовые лопаты с соотношением сторон 18 к 9, это уже норма. Согласитесь, многие действия, которые люди выполняли на своих ПК, теперь успешно выполняются при помощи смартфона. И не зря. Статистика YouTube на канале Smart Plus показывает, что примерно 55% просмотров совершено со смартфонов и в районе 32% с компьютера. И нужно, чтобы пользование было максимально ненапряжным для глаз. Третье. Отводите глаза, смотрите вдаль. Возьмите себе привычку, примерно каждые 20 минут нужно на 20-30 секунд переводить взгляд вдаль, не менее чем на 6 метров. Дайте отдохнуть своим глазам, расфокусировав и расслабив их. Четвертое. Следите за освещением. Забудьте про чтение или игры на смартфоне в темной комнате или в полной темноте. Вы, наверное, замечали, как это утомляет глаза. Недостаток освещения вкупе с яркой подсветкой экрана сильно вредят глазам. Так что постарайтесь пользоваться девайсом только в освещенной комнате или при дневном свете. Также ваш гаджет должен обладать низкой минимальной яркостью. На случай, если вам все же придется смотреть в экран при слабом или отсутствующем освещении. А ведь придется, да? Если вам напишет ваша бэйба, то как же и не ответить? Седьмое. Держите на правильном расстоянии. 30-40 сантиметров от глаз. Вот норма. Восьмое. Если много читаете, купите электронную или обычную книгу. Не насилуйте глаза. Свечение экрана плохо влияет на них при долгом чтении. Хорошо, с этим разобрались. А как насчет типа экрана? Сложно, сложно, блять, сложно. Сейчас на рынке самыми популярными являются IPS и AMOLED матрицы. В настоящее время, что хороший IPS, что AMOLED предоставляет пользователю отличную картинку. У каждого типа дисплея свои плюсы и минусы. AMOLED энергия эффективнее, а черный цвет более глубокий. IPS, напротив, имеет более натуральный белый цвет и не страдает выгоранием в такой степени, как AMOLED. И множество пользователей не придают значения типу экрана при выборе смартфона. Конечно, есть фанаты как AMOLED, так и IPS, тут дело вкуса. Но что скажут нам наши глаза? Ведь все современные AMOLED матрицы имеют так называемый эффект ШИМ, широтно-импульсная модуляция. Что это такое? Простыми словами, это быстрое и незаметное для невооруженного глаза мерцание экрана. И как правило, чем ниже яркость, тем оно сильнее проявляется. Представьте, что у вас в комнате горит лампочка, но вы хотите сделать освещение ниже. Если бы вы умели очень быстро включать и выключать эту лампу, то не совсем потухшая и не совсем разгоревшаяся лампочка в сумме давала бы нам более тусклый свет. По такому принципу работает ШИМ в AMOLED экранах. Опираясь на отзывы в сети пользователей и некоторых опытных техноблогеров, и на своем опыте могу сказать, что AMOLED экраны утомляют глаза больше. Лично я заметил разницу при пользовании AMOLED. У меня глаза уставали по ощущениям быстрее. Конечно, это индивидуально для каждого человека. Кто-то может не ощущать разницы, а у кого-то уже после 30 минут будут болеть глаза или голова. Конечно, для зрения это плохо, ведь усталость глаз – это звоночек. Самое интересное, что многие техноблогеры записывают AMOLED экраны в плюсы, руководствуясь, скорее всего, своими эмоциями от использования, но забывая об этих подводных камнях. Многие владельцы смартфонов с AMOLED дисплеями жалуются на то, что их глаза быстро устают и ухудшается зрение. И, как говорят, дыма без огня не бывает. Потому, если вы обладаете AMOLED экраном и вы ощущаете усталость, боль, резь в глазах или головную боль после пользования смартфоном, смените его на смартфон с IPS матрицей. Если у вас нет таких проблем, то все равно старайтесь пользоваться как можно меньше смартфоном на малой яркости. Там мерцание проявляется больше всего. Ставьте цветопередачу ближе к натуральной. Перенасыщенные цвета тоже быстрее утомляют глаза. И не читайте долго. Для долгого чтения, если, например, вы собираетесь прочесть «Войну и мир», AMOLED не подходит. Хотя, повторюсь, если вы любитель почитать, читайте обычные книги при нормальном освещении или электронные с отраженным светом. Само собой, бояться этих экранов сильно не стоит. При пользовании без фанатизма все будет нормально. Но лично для меня, пока экраны AMOLED не избавят от ШИМ, главным приоритетом при выборе смарта является IPS-экран. Ведь он в смартфоне и есть основной фишкой. Синие свечение. Еще одна проблема современности. Все наши гаджеты в той или иной мере обладают синим свечением. Энергия фотонов обратно пропорциональна длине электромагнитной волны. А значит, коротковолновое фиолетовое и синие излучение обладают большей энергией, нежели любое другое. Попадая на рецепторы, оно вызывает химическую реакцию с высвобождением продуктов метаболизма, которые иногда не могут полностью утилизироваться поверхностной частью сетчатки. Со временем это может негативно сказаться на ее состоянии. Тут же есть еще один нюанс. Эволюционно так сложилось. Когда темнеет, хочется спать. Расцвело, пора просыпаться. Этот цикл называется циркадным ритмом. А за его корректную работу отвечает гормон мелатонин, выработка которого обеспечивает крепкий и здоровый сон. Яркий свет, в том числе от дисплея, нарушает продуцирование этого гормона сна. И даже если мы чувствуем усталость, уснуть не можем. Мелатонина не хватает. Какой выход из положения? Первое. Не используйте или хотя бы ограничьте пользование смартфонами, планшетами за 2 часа перед сном. Второе. Используйте ПО, уменьшающие синий спектр свечения на ваших смартфонах, особенно вечером. Многие производители уже используют в ПО своих девайсов данные функции. Продемонстрирую на своем примере. Можно регулировать температуру дисплея, а также можно включать режим чтения, интенсивность которого в свою очередь тоже можно регулировать. Также тут, как и в многих других смартфонах, можно задать время автоматической активации режима чтения, по времени или заходу солнца. Так дисплей с более теплым изображением более предпочтительный, особенно вечером. И хоть поначалу может быть непривычно, но это только первые 5-10 минут. Ну и главное. Не забывайте о реальной жизни. Чаще общайтесь с людьми вживую, гуляйте на улице, не превращайте вашу жизнь в виртуальную. И обязательно отправьте это видео своему другу, который вечно задротит в своем смартфоне. Ведь во всем нужна мера. А с вами был Smart Plus. Подписывайтесь на канал. Если было полезно, ставьте лайки. Ну и напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. И сталкивались ли вы с чем-то подобным на личном опыте. Поделитесь, будет интересно. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok